На прошедшей неделе в центре Ротка открыли уже пятый выставочный сезон в этом году. Восемь художественных проектов, где можно увидеть работы как местных, так и зарубежных авторов, подарок жителям Дагопилса и его гостям к столетию Латвии. На открытии нового сезона к собравшимся обратились руководство художественного центра, депутат Сейма Инга Голдберга, председатель комитета по образованию и культуре Дагопилской городской думы Лилия Янковска. Знаменательно, что эта выставка представлена работами керамиков, представлена работами и художников из Латвии, и из-за границы. И это особо важно в эти дни, потому что Латвия очень дружелюбная страна. У нас есть много друзей, много соседей и много талантов. Сезон посвящен столетию не только одной Латвии, но и балтийских государств. Совместная выставка 50 авторов столетия Эстонии в Латвии и экспозиция литовского художника Вайду Атаянуля, дневник Двенской крепости, есть доказательства единения соседних государств. Думая уже много времени назад о выставочном сезоне ноября, мы решили часть проекта посвятить столетию Латвии, естественно. Но мы в выставочном сезоне хотели тоже выделить внимание нашим соседним странам, Эстонии и Литве, которые тоже в столетии уже отмечали. Голос Латвии звучит на выставке через работы группы художников из Талси, а также двух выдающихся латвийских керамистов – Изабеллы Кроле и Лилии Зейлы. Знаменательно, что именно в день открытия экспозиции знаменитая художник, руководитель студии народного прикладного искусства Эллии Зейлы, отмечала и свой красивый юбилей. Кто меня знает 40 лет, наверное, самый большой сюрприз будет то, что это не гончарные работы, а лепленные. Это, наверное, самый большой сюрприз. Это даже был такой, и зайти на им с такой своеобразной интересы пробовать что-то такое. Очередной выставочный сезон органично дополняет передвижная выставка Европейского форума гобелинов и выставка работ участников Пятого международного текстильного симпозиума, а также работы художественной галереи «Пашмин» из Германии. Новые выставки будут работать до 15 января 2019 года. Сюжет подготовлен в отделе общественных отношений и маркетинга Долгопинской думы.